13 часов 11 минут в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня уже улыбается Елена Шмулевич, редактор информационно-аналитических программ телекомпании «Рэнк Киров». Яна, добрый день. Здравствуй, Юлечка. Я тебя поздравляю, только что узнала, что у тебя юбилей эфира сегодня. Да, на эфире. Да, за эфиром я раскололась в далёком 2012 году. В этот день состоялся мой первый эфир, с чем я всех нас и поздравляю, наверное. Наверное, да. Наверное, и дослушатели, да. Ну что, Лен, сегодня обязательно обсудим с тобой арест министра экономического развития нашей страны Улюкаева. Но я думаю, что это мы отложим на вторую часть нашей программы. А в первой обсудим то, что ближе к каждому из нас. И начнём с темы расчистки дорог. Вот как ты оцениваешь работу ответственных служб в этом году? И видишь ли ты какую-то разницу с тем, что было в прошлые годы? Я всегда её оцениваю крайне низко. Вот честно скажу, да. Это связано не только с тем, что мы видим на дорогах, потому что ездить плохо реально. Но и с тем, что на самом деле нам рассказывают. То есть когда я каждую там божью неделю зимой, как человек, который связан со СМИ, получаю пристреливание о том, сколько единиц боевой техники выведено. Там куда-то, куда выведено. Понимаешь, из строя она выведена. Куда она выведена? Вот все машины, которые я видела за несколько лет. Я эти ключи очень много езжу. Очень много езжу по центру города. Машины, которые работают, работающие машины, убирающие снег, я видела в одном месте. Это перекрёсток улиц Карла Маркса и Воровского. Вот за все эти годы. В остальных случаях машины едут, весело размахивая своими этими ковшами, вот этими, да, которые перед ними, вот эти фарточки, они подняты красиво. И они вообще ничего не делают. Они, наверное, возвращаются с боевого дежурства. Понимаешь, или едут на него. Они все время где-то в пути. После видео опубликованного мы делали сюжет на РНТВ в новостях, но это не наша заслуга, сразу скажу, это заслуга какого-то человека, который это выложил на Ютьюб, а мы уже по следам разбирались. В прошлом или в позапрошлом году, я уже сейчас не помню, стоит работающий трактор, у него колеса крутятся. Колеса крутятся, в кабине тракторист спит на уборке снега, а колеса крутятся, километраж, человек убирает снег, понимаешь? Последняя история. Вот, пожалуйста, не знаю, не помню, чья информация, чуть ли не ваша. Мищенко проверил, посидел площадки подрядчиков, которые отвечают за дороги. Ему рассказали, сколько машин выехало куда, с песко-соляной смесью, с уборкой. В гараже ГДМС он смотрел технику, которая якобы только что вернулась с улиц. Не нашел на ней следов снега, и пришел голод, что машину не вывезли. Ты понимаешь, на них нет следов снега, все следы снега на нас. Поэтому, ну, отвратительно. И здесь же очень весело, очень смешно, он говорит, что, ему говорят, что раньше было еще хуже. То есть я в твоем вопросе тоже слышала подоплеку. Куда хуже? Да, да, да. А он говорит, а куда хуже-то? То есть я в твоем вопросе слышала подоплеку, что, ну, скажи, что стало немножко лучше. Правда, стало немножко лучше. Видимо, после того, как Мищенко зашел в гараж. Но ты понимаешь, да, что первый там замприят, условно говоря, он не должен проверять муниципальные предприятия. Хотя, я полагаю, что дело в контроле. Мы все научились, у нас там всякие есть общественные движения, которые возглавляют люди, зачастую те, которые просто, ну, хотят хоть как-то заявить о себе. Вот. А в какой-то степени они, может быть, там и действительно, что-то за чем-то следят, да, параллельно, параллельно, собственно говоря, с устройством собственной судьбы и карьеры, они параллельно что-то контролируют. Научились контролировать дороги. Все, кому не лень, там делают какие-то вырубки, смотрят, куда кладут асфальт. Уже хорошо. Почему мы не контролируем, как их чистят? Ну, вот что это за чистка такая, если после этого остается огромный сугроб, да, огромная вот эта обочина, засыпанная снегом, дорога сужается после этой уборки на полтора метра, и мы, типа, почистили, деньги ведь им заплатили. Юль, ты понимаешь, что это освоено, муниципальный бюджет осваивается. Они галочку поставили, они денежку из карман в карман переложили. Молодцы, ребята. А то, что теперь ехать нельзя по этой дороге, то, что это опасно для жизни. Помнишь эту историю, когда девочка объезжала яму на Чапецкой трассе и попала под большегруз и погибла? Водитель, девушка-водитель. Да, помню. Кто-нибудь наказан? Это же вопиющая история. У нее выбора не было. То есть она была на какой-то маленькой машинке, фионной акцентке, что я не помню, там, или я гетц, что-то маленькое. То есть мы понимаем, да, когда яма, и ты на трассе на скорости, сзади кто-то едет, ты не можешь затормозить просто так, без последствий, да? Ты не можешь ехать в эту яму на скорости, потому что у тебя ничего не останется. И вот все, что она сделала, ты вывернула и попала там. То есть у нее вообще выбора не было. Но это же ужас. Ну да, в городе не такие скорости, не очень повод. Две машины на скорости велосипедов не могут разъехать, потому что их сносят. Ну что это за уборка такая? Я помню, у нас как-то почистили снег в один из, тоже в одной из зимних дней. К нам приехали в гости москвичи, которые, значит, мы их везем по дорогам, а только что прошел грейдер по улице Ленин, что там почистил. И мы такие, нам говорят, а что это у вас дороги-то вообще не чистят? Мы говорим, да что вы, это что только что почищен? Ну, то есть, понимаешь, да? Вот что такое расчистка? Кто это контролирует? Ну вот, здорово вообще. Я очень рада, что кто-то побывал в гараже к ДМС, и не принялся посмотреть... И не обнаружил следов снега на телевидении, и не принялся посмотреть, есть ли эти следы. Самое-то ужасное, что завтра эти следы будут, они выйдут во двор. То есть реально нужно ехать за ними, смотреть, куда они поехали. Это нормально вообще? Лен, то есть вот, как ты считаешь решение вопроса сейчас в таком вручном управлении или в общественном контроле? Кто туда должен приехать? Я думаю, что общественный контроль, это ерунда. Вот в этой ситуации, к сожалению. Потому что нужно тупо наказывать. Вот эти люди, они ходят на работу и получают деньги. И между прочим, эта работа оплачивается неплохо. Она тяжелая, если бы она была. Она непростая на самом деле, физически всяко-разно. И она оплачивается. Увольнять? Не хотите следующий? У нас вон есть, наверное, служба занятости, которая предложит кандидатуру людей, которые умеют управляться с техникой. Давайте будем там как-то думать. Но это, наверное, проблема не столько в том человеке, который сидит в тракторе или в грейдере, сколько в том, кто этим всем руководит? Конечно. Конечно, это город. Это городская администрация, я считаю, которая должна быть либо интересна, поехали машины убирать снег, или они поехали сидеть в тракторе с вращающимися колесными, понимаешь? Ну, то есть. А у них не возникает вопросов, потому что, как я уже говорила, перекресток улит Воровскую карман. Всегда почищен. Обычно вычищен, да. То есть вот, ну вот же машины были. Это же видно. Вот тут они были. Нам сейчас, наверное, надо уйти на перерыв. Надо? Надо. Да, звукорежиссер кивает головой. Нам нужно уйти на перерыв. Я напомню, что это особое мнение Елены Шмулевич. Буквально на минуту мы уйдем и очень скоро вернемся. На 101.fm продолжается программа «Особое мнение». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня все так же прекрасная Елена Шмулевич, редактор информационно-аналитических программ телекомпании «Ранкиров». Вот последний вопрос у меня про расчистку дорог от снега. Каждый год бывает этот день, когда снег выпадает неожиданно. Обычно это происходит в ноябре или, не дай бог, в декабре. Вот что нужно сделать, чтобы этот день не повторялся? У нас ведь есть сводки погоды, есть гидрометцентр. Этот день, Юля, будет повторяться. Это природа. Это метеоданность. Он всегда будет повторяться. То, что на этот день не хватает машин, для меня, честно говоря, странно, потому что, а собственно, может быть, вот коммунальщики только эти дни-то и работают. А потом как тоже, как придется. Нет, ну мы же понимаем, что, наверное, их ограниченные средства не позволяют иметь запас техники, которая бы одномоментно вот это все делала. Но я приведу очень хороший пример. На самом деле, я думаю, что это вопрос отношения. Или у тебя задача расчистить дороги и сделать красиво в городе, или у тебя задача сэкономить денег и переложить их в другое там куда-то место. Я не говорю сейчас украсть. Хотя и это тоже, видимо, неплохо бы. Вот. Но на что-то на другое не хватает. Например, да? То есть здесь, может быть, это будет незаметно. Привыкли же уже. Ну как-то же ездили мы до сих пор там. Ну и теперь проедут. Ну порут. Да, кстати, гораздо более снежные. Да, ну порут немного там. Но журналисты поверещат. Ну там им будут вторить руководители общественных организаций. Мы что-то переживем. А зато денег сколько сэкономлено. Ну условно, понимаешь? Но при этом... А есть задача сделать чисто и комфортно, и безопасно, главное, да? И вот я не вижу, чтобы кто-то выполнял эту задачу. Уже неоднократно об этом говорили. Ты знаешь, вот очень давно я была в Вашингтоне, и наше пребывание пришлось на Рождество. Вот это там какой-то декабря, да? 24-25-е. И я проснулась от того, что от какого-то скрежета, и выяснилось, что это машины снегоуборочные, скребут по асфальту. Я говорю, что они делают-то? А там, значит, обещали снег. Но его же нет. Ну, три снежинки вот такие выпали, которые сразу же тают, даже до асфальта не добравшись. Но машины стоят. Они уже вышли на работу. Не дай бог повалят. Вот это то, о чем ты спрашиваешь. То есть, если правда хотеть расчистить, то, наверное, нужно технику выводить превентивно. Наверное, нужно быть готовыми к тому, что вот ровно в эти дни будут работать абсолютно все люди, которые есть там. Ну, а зачем? Ведь вот каждый год это как-то обходится. Лен, вот в первой части программы ты сказала, что вопрос в том, кто этой всей историей руководит. И хочу спросить тебя про Александра Перескокова. Вот эксперты разных уровней предрекают его отставку. Я думаю, что отставка Перескокова неизбежна. Неизбежна почему? Неизбежна, потому что идет просто смена старой команды. Вот просто меняются все. Меняются люди там. Да, и мы видим, что движение идет поступательное там из областного правительства дальше. То есть, ну, вот это неизбежно. Это, мне кажется, как в Кегельбане. Какой полный кегли повалились. Ну, и правда, если действительно ставить задачи и решение каких-то сложных вопросов в области, то, конечно, нужно, ну, в том числе, не знаю, нужно начинать или нужно продолжать с городом, да. Ну, я думаю, что да, это неизбежно. Ну, и потом, это достаточно должность интересной с точки зрения там возможностей. Глава администрации интересная должность с точки зрения возможностей. Это зависит от человека. Это тот случай, когда не место красит человека, а человек место. Я тебе хочу сказать, что, допустим, там, несколько лет назад до прибытия Быкова в качестве мэра куда более ключевой должностью был как раз вот сити-менеджер, который управлялся всеми этими процессами, который ставил подпись, который, собственно говоря, был менеджером города. Ну, отвечал за деньги, за бюджеты, за расходы, понимаешь? Да, вообще за все, понимаешь? А человек, который там был председателем городской думы, то есть вот мэром в нашем понимании, если правильно там, да, формулировками оперировать, он был чисто статусной фигурой, даже не статусной, а такой, ну, вот таким свадебным генералом. Перелизателем ленточек? Открывашка, да, то, что журналисты называют открывашками. Вот, и, ну, в основном, да, ну, плюс какие-то, наверное, он регулировал действительно законодательные процессы. То есть я не хочу сейчас сказать, что там человек ничего не делал там, да, и мы обсуждаем сразу несколько людей, которые были на этих должностях, так нельзя говорить, но это не был человек, который играл ключевую роль в важных решениях их жизни города. Быков это взял на себя, да, то есть здесь в данном случае, скажем, человек. Сыграл роль. Да, передернул, как бы, да, там, все функции, и поэтому, ну, они ничего не мешают это вернуть обратно. А, вот, ты знаешь, тоже хочу тебя спросить, из нескольких источников я уже слышала, что должность главы города прочь от крепостного. А, источник крепостнов? Нет, источник не крепостнов, как ни странно. Ну, а что такое прочь от, да, ну, и что такое... Нигде официальной информации нет. Официальной информации нет, но... И распространение подобной информации бывает выгодно там, вот, ну, обычно, либо тем, кого прочат, да, чтобы это как-то вот уже там... Подогреть информационную поле. Либо тем, кто не хочет, чтобы его прочили, потому что, ну, как правило, когда люди забегают вперед со своими назначениями, то они могут не состояться, условно говоря, да. Я думаю, что крепостнову, наверное... Ну, во-первых, это, конечно, будет весело очень, да, Я не говорю... Все, что построят колесо обозрения на театрике. Все обозрения в каждой двор, да. Будем развлекаться, все это с нам пешеходными. И, валяя по променаду, забудем. А не чищеных дорог. Человек, он крайне креативный. Понимаешь, я не удивляюсь, если нам объяснят, что тропки намного лучше, чем... Стежки, дорожки лучше, чем магистрали, да. Ну, вот. Да, и я думаю, что это было бы очень весело. Я думаю, что, наверное, Валерию Капаснову бы, наверное, тоже этого хотелось, потому что он как-то так вот вынужденно тут был выключен из политической жизни, а человек, безусловно, не только креативный, но еще и очень... Масштабный. ...умный, хитрый, расчетливый. То я думаю, что, наверное, ему бы это было интересно. Хорошо ли это для города области, я не знаю. Я знаю, что это не укладывается в заявленные, декларированные стратегические планы нового правительства области, у которого, безусловно, есть карт-бланш и от президента, и от федеральной власти. Всего того, что здесь наводится какой-то порядок там, да. А объясни про то, что не укладывается в стратегические планы. Почему? А, ну, если планами было контролировать в том числе и город, а это заявлялось, потому что, ну, неизбежно, это столица региона, от которой, ну, вот много чего зависит на самом деле, да, то отдать ее крепостному, это значит ее сдать. То есть человек, безусловно, умный и никоим образом не контролируемый. Ну, в моем понимании, да. Это вот мое мнение. Я, там, как бы он мягко не слал, я не видела, не вижу возможности его контролировать. Он очень, он очень креативный. Я чувствую, это практически главная характеристика. А, ну, да. Да. А вот эту информацию все-таки, озвучиваемую бизнесменами разного уровня, ты считаешь реальней или утренней? Ты скажи, кем. Я не могу сейчас... Мы говорим о том, кем он должен стать. Главой города. Или главой... Мэром. Мэром. Для этого его должна выбрать городская дума, да, если мы будем говорить о формальных признаках. А он у нас член городской думы, он разве депутат городской думы? Значит, пока нет. Ну, грядут же выборы. А, ну, то есть ты имеешь в виду это вот в такой вот перспективе-то какой-то, да? Вот такой более-менее отдаленной. Ну, я не знаю. Наверное, теоретически это возможно. Возможно. А при условии, опять же, креативности Валерия Васильевича, его, так сказать, умение как-то играть в шахматы, вот, на этой политической доске, да. У нас тут гроссмейстеров-то нет, поэтому... Немножко не усеки, поэтому, я думаю, ему раздолье вообще ни в чем себе не отказывает. Вот, он такой задорный парень, да, в общем, в этом смысле. Вот, но я не знаю. Теоретически это было бы возможно при условии договоренностей все-таки в этой ситуации с игроками областной власти, да, и там, и федеральной. Но если они на это пойдут... Ну, мне странно будет, если они на это пойдут, потому что, я еще раз повторю, они не смогут тогда ничего, мне кажется, контролировать-то. Ну, вот. Это вам не владыки, мы слимите. Ну, вот, на этой ноте я предлагаю снова уйти на перерыв. Я напомню, что это особое мнение Елены Шмулевич. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламу и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Елены Шмулевич, редактора информационно-аналитических программ телекомпании «Ранкиров». Лен, во второй части программы хочу с тобой быстро пройтись по трем темам и начать с перевода часов. Вот, ты знаешь, вчера читала свежие новости и увидела информацию о том, что Игорь Васильев снова обсуждал перевод часов на встрече. Господи, прости, Господи, с Союзом... С прости, Господи. С Союзом... Слушай, забыла. Право, Сила? Нет. То ли с Союзом писателей. С Союзом писателей. Ну, то есть... Да-да-да-да. Там поэтесса какая-то его всецело поддержала. Видимо, она рам встает. Я не понимаю, почему нашу тему толкают во всех удобных и неудобных ситуациях. Это заговор жаворонков и сельхозпроизводителей. Я так это вижу. Я не знаю, а он объясняет это как-то? Я думаю, что либо кому-то из инициаторов в правительстве вообще не спится ни разу с утра. Есть люди, которые очень рано просыпаются, привыкли. А жизнь, она такая у нас же глобализация. И там, где мировая глобализация, мы как-то подстраиваемся под общие тенденции и Востока, и Запада. А там, где она российская, мы подстраиваемся под Москву. И все постепенно, все позже и позже начинают и вставать, и работать, и выходить на работу. И вот этим людям, которые просыпаются в 5 утра, им что делать-то вообще вот эти 6 часов-то, пока все остальные-то наконец уже... Ну, да? Это одна моя версия, может быть, она такая бытовая, но, в общем, я допускаю. Я думаю, что кто-то под это делал, кто-то подводит экономическую основу, как я понимаю. Да, то есть там экономия электричества и так далее, и так далее. Но мне все это напоминает вот это вот, а чук-чук-чуме ждет рассвета, а рассвет наступит летом. А зимой в холодной пункте. По утрам рассвета нет. И поэтому я начинаю... Вот, но то, что мы сожжем... У нас с тобой сегодня евористическая программа. Нет, то, что мы не сожжем вечером, я в плане электричества, мы сожжем утром. Но при этом вот, я не знаю, что за доводы, я слышала, что Котлячков, это министр сельского хозяйства... Поддержал. Он не просто поддержал, он говорит, что час, это мало, ребята, два, два, два. Час, говорит он, ой, я формулировку сейчас вспомню. Ничего типа не решит, я не знаю, что не решают. Я так понимаю, что мы должны все подстроиться под этих коров, которые должны быть хорошо уже в 4 утра. И, собственно, верить им в свою судьбу. Вот я против категорически. Я лучше буду пить меньше молока, но пусть мой ребенок выспится с утра. Потому что сейчас она спит в машине, пока ездит в школу, потом она спит первый урок, потом она на втором немного встрепенулась. Я думаю, что так все дети. Им реально не хватает выспаться. Ну вот, да. Вот лично я против. Возможно, есть какие-то другие аргументы, есть другие люди с другим укладом, с другими там вводными... И это их правда, и, в общем, я ее никак не подвергаю никому астракизму. Но, тем не менее, вот мое мнение, что это, конечно, какая-то ерунда, потому что мне не очень понятно, зачем. Кто-то там говорил об укрупнении региона. Вот, не кто-то там, а Николай Пехтин, он приходил к нам в гости на прошлой неделе. И вот, ты знаешь, да, Николай укладывает в единый пазл вот эту историю с переводом часов на час вперед, кадровую политику правительства Кировской области. То, что, ну, многие должности сейчас пустуют. И федеральную повестку про укрупнение регионов. И вот он считает, что нас на фоне этого всего объединят с Удмуртией, где время как раз началось вперед. И ты, чтобы у нас не было культурного шока. Ты была в Удмуртии? Конечно. Тебе нравится в Удмуртии? Ты знаешь, в Удмуртии я была только в Ижевске. Значит, я могу сказать следующее, что укрупнение регионов, насколько я понимаю, это вот всю штуку, которая должна произойти, инициативу, с которой выступила, кстати сказать, Матвиенко. И мы понимаем, что, ну, вот в моем понимании, Матвиенко ни с какой инициативой выступить не может самостоятельно, вот на мой взгляд. То есть, ну, наверное, может. Но без одобрения слышу. Конечно. Вот у меня такое ощущение, что если она с какой-то инициативой выступает, то она откуда-то ей пришла. Ну, это опять же мое личное мнение. Да, так вот, вот с такой инициативой она выступила. В любом случае, я вижу, если здесь разбираться, исключительно экономическую подоплеку и никакой политики. Что происходит? Мы видим, что происходит с бюджетом. Ну, с бюджетом беда. С бюджетом все печально. И в этой ситуации, вообще-то это не первый такой опыт, я знаю, что в истории такие штуки. Были вот этого укропнения, раскрупнения и так далее. То есть, что должно произойти по расчетам Минфина или кого-то там по итогу? Более сильные регионы должны взять на себя нагрузку и распределить вот этот усредненный. А есть эксперты, которые говорят о том, что это ни к чему хорошему не приведет, потому что мы не спасем и тех, у кого нет денег, и утопим тех, кто будет, собственно говоря, помогать и компенсировать затраты. Я не знаю, я не эксперт, наверное, и та и другая точка имеет право на существование. Я могу сказать одно, что в альянсе Удмуртия и Кировской области я не вижу никакой экономической перспективы, кто кого и куда поведет. Ну вот, можешь мне объяснить, кто из нас будет регионом-донором, например? Ну как, кто, Удмуртия, там, по крайней мере, нефть есть. У нас тоже в свое время ее находили. В этом объеме, в котором она есть. Видимо, очень глубоко. Удмуртия, да, как раз на границе с Удмуртией. Я даже помню, что тогдашний губернатор говорил, и с транспортировкой вопрос решен. Вот же у нас ночь в поезде до Москвы. То есть, видимо, я собирался транспортировать. Ночь в поезде для нефти. Ночи в поезде для нефти, которые они нашли, можно было транспортировать поездом. Ну, с одним вагон. Если вы приставите к нему на храм, чтобы ни одна капля не пропала. Нам нельзя с тобой в этой судье встречаться. Или нам надо есть эти лимоны? Чтобы лица было не такое довольное. Хотя бы, да, да, да. Да, ну давай, нет. Вот что я вижу. Я не вижу, честно говоря, экономической перспективы в слиянии Удмуртии и Кировской области, если мы говорим о предмении. А все-таки, наверное, цель вот такая. Вот, поэтому я не знаю. В Коме, например, время такое же, как у нас. В Перми, например, оно отличается на 2 часа. А, например, в Китае на 4. Если бы, например, мы жили в Аширо-Айсене... Ты хочешь в Китае присоединиться? Я хочу присоединиться, например, к Таиланду. Тогда можно природить часы хоть на 4 часа. Вперед, легко. Лена, давай еще... Я тебе знаю, что хочу сказать. Кстати сказать, вот очень интересная история. Есть такой штат Нью-Гэмшир, он недавно всплыл во всех СМИ в связи с тем, что первым голосовали именно на участке, на одном из участков Нью-Гэмшира. Это самый восточный, да, получается, там штат США, где раньше всего наступает время, поэтому они сильно задолго, вот это уже свои голоса, значит, каким-то образом отдали. Отдали и определили, да, как могли. Вот, так я хочу сказать, что я была в этом штате. Эта тьма Таракань вообще жуткая совершенно, да. Там очень холодно, нет никаких предприятий. Это очень такой низкобюджетный регион. И у них слоган, как у всех американцев, знаешь, есть слоган штата на номерах автомобилей, они пишут. Так вот, у них слоган звучит, не буду по-английски говорить, умри свободным, а, нет, нет, живи свободным или умри, они не платят налогов вообще. То есть вот за то, что они в такой, прошу прощения, попье мира живут, они, значит, точно вот, ну, у них свои есть плюсы, да. И я хочу сказать, что, ну, вот не секрет, что чем восточнее, а мы куда-то все стремимся на Восток, тем как-то печальнее жизнь. Ну, вот, например, у нас с Европой разница во времени, там, наоборот, там, в другую сторону. И там как-то теплее, мягче и комфортнее. И пармезан там вкусный. Это много чего вкусного, да. И главное, климат сильно мягче. Вот поэтому я считаю, что если у людей сложные климатические условия, как у нас, то не надо их осложнять еще. Надо облегчать какие-то другие условия. Вот я что хотела сказать, собственно. Я поняла твою мысль, и я хочу еще в конце программы коротко обсудить федеральную повестку. Вот вчера ночью у меня стоят уведомления на телефоне, и пришло уведомление от Медузы про арест Улюкаева. Я думала, те уведомления идут в следственные думы, это сразу. А завтра мы идем закрывать. Да, завтра мы идем к вам. Ну, уведомления. Достал мне, что это уведомление. Я прочитала, когда не поверила своим глазам. Фамилию Улюкаева прочитала? Нет, фамилию Улюкаева прочитала, да, о том, что... А сейчас уже звучит фамилия Дворковича, Белоусова, да. А что ты хочешь? Какие сигналы лично ты видишь в этой истории? Лично я себе сигналов никаких не вижу. Потому-то я и не вижу двух миллионов долларов. Никогда. Это очень печально, конечно. Хорошо. Сигналы не лично персонально нам с тобой, а обществу. Смотри, давай мы все-таки, да, мы понимаем, что два миллиона долларов для менеджера страны такого уровня, это как вымогать там у мороженщицей мороженое, да? Нет, вообще очень странно вымогать деньги у Сечина. Ну, это отдельная история. Очень дебилом, да, надо быть? Ну, и у Улюкаева, конечно, лицо сложное, но не настолько. Про сигналы, подожди, про сигналы. Три минуты у нас осталось. А, я думаю, что просто... Просто деньги кончились, и нужно, чтобы все боялись. Можно людей покупать, есть политика кнута, есть политика пряника. Сейчас период полоса политики кнута. Но, и я хочу оговориться все-таки, да, мы понимаем, что... Вот смотри, он же домашним арестом. Да. Никто его там прямо вот не кошмарит. Возможно, там на этом его карьера закончится, но, с другой стороны, мы видели дело Сердюкова, мы видели много чего подобного, что заканчивалось ничем. Ну, напугали там, все остальные тоже встали в стойку, перепугались, и сколько-то будут, в общем, наверное, соблюдать правила игры. Есть разные очень версии, там, по поводу Сечины, по поводу всего. Кто-то из журналистов, по-моему, Дождя комментировал, что Сечин до сих пор контролирует Следственные комитеты, поэтому любой его там маломальский обидчик может там, да. Вот. А у Рукаев, наоборот, лоббировал интересы у Лукоила. Ну, то есть вот здесь это может быть такая вот между собойная разборка, которая ничего страшного, но просто-просто пацаны разбираются своими делами. Нет, ну, никаких сигналов, просто большой бизнес разбираются друг с другом. Как вариант, нет, ну, давай так, без ведома президента это не могло произойти, да, задержание такого уровня не делается без ведома... Первого лица. Да, главных лиц страны, поэтому, значит, было разрешение. Ну, это сигнал про то, что неприкасаемых нет, про то, что каждый должен бояться и, в общем, вести себя, соответственно, тому, чего от него ждут, я так думаю. Ну, и получается, что в регионах ровно эта же история. Конечно. А что, мы все одна большая страна. Вот в Калининградской области, интересно, очень прецедент случился. Туда точно так же назначили в Рио, он силовин, зовут его Евгений Зиничев. Это КСОшник, который, да, который президент охранял? Да. Он покинул свой пост ровно через 100 дней, и это первый случай при Путине. Вот издание «Коммерсант» анализировало губернаторскую долю, журналисты пишут, что губернаторы должны быть публичными политиками, должны быть крепкими хозяйственниками и одновременно оставаться лояльными членами вертикали. Я думаю, что вот это вот одновременно, оно самое главное. Вот лояльность вертикали и, собственно, президенту, и вышестоящему, это вот, наверное, номер один, а все остальное необязательно. А все остальное необязательно? Оно в понимании сегодняшнего. А публичность? Публичность, ну, насколько публичность? Вот есть обязательства? Что такое публичность в твоем понимании? Ну, вот, что это такое? В моем понимании публичность, это когда у журналистов там есть прямой доступ к первому лицу, когда мы можем задать любой вопрос и получить на него ответ. Я тебе хочу сказать, что если у журналистов будет прямой доступ к первому лицу, то первому лицу может стать некогда работать. Ну, вот, зная себя, например, у меня столько вопросов, столько вопросов, и вот мы все как начнем задавать их, какая это должна быть, наверное, там, середина? Я думаю, что ты права в том, что, например, там, раз с какой-то периодичностью, да? Нет, ну, я не говорю, что он должен всем мобильный телефон свой раздать и сказать, звоните в любое время. Ну, я согласна с тобой. Да, нет, некоторая открытость, она предусмотрена. Это же человек, который, собственно говоря, там, содержится бюджетом, в которой все мы там, да, не надо забывать, что у нас на сегодняшний день, мы, например, у нас собственная часть консолидированного бюджета области в основном сформирована из НДФЛ, то есть налога на доходы физических лиц. То есть мы живем на то, что мы собрали, на то, что мы заплатили. Поэтому мы, наверное, имеем право знать, что делает человек, как он мыслит, какие у него планы. Видишь ли ты открытость у новой нашей власти? Прямо такой вот рубаха парня открытости я, конечно, не вижу. Но их осторожность и аккуратность в суждениях, она понятна, потому что, ну, ребята осматриваются на местности. Там все непросто, я думаю, что. Вот о том, что ты говоришь по поводу хозяйственника, да, мне кажется, что-то немножко уничижительное в этом слове. Мне кажется, что когда человек там не очень хорош в дипломатическо-политическом смысле, тогда говорят, ну, зато он хороший хозяйственник. Ну, что такое? Возьми хозяйственника себе хорошего в замы, и пусть он занимается хозяйством. Мне кажется, что председатель правительства и губернатор это такая немножко более политически, идеологически, стратегически важная фигура, да. То есть он должен выстроить стратегию и сделать так, чтобы она соблюдалась. Для этого, конечно, нужны будут люди, он один не может заниматься там всем условиям. Ну вот на этом мы закончим, потому что время у нас эфирное вышло. Да, спасибо. Я благодарю Елену Шмуревич, это было ее особое мнение. Эфир для вас свела Юлия Афанасьева. Елена, спасибо за эфир. Спасибо, до свидания. Да, всего доброго и до свидания.